Продолжение следует... Может быть, по предыдущей части есть какие-то вопросы? То сейчас самое время спросить по большим материалам. Я надеюсь, свежих вниманий. То самое время. Ряды приедели, а сейчас они обратно на пол. Есть какие-то вопросы к тому, что такое функциональная система? Зачем она нужна? Зачем мы всё это рассматриваем и всё проще? Всем всё понятно или всё непонятно? В принципе, если всё понятно, то мы сейчас перейдём дальше. Но лучше на следующий вопрос. Какие есть вопросы, вы заранее выкруйте, и мы их будем разбирать. Потому что, возможно, я не всё, скажем так, осветил. Возможно, что-то вам непонятно. Потому что для меня многие вещи очевидны, но они не очевидны для других. Да, и наоборот. Поэтому, если что, то... Спасибо. Спасибо. По поводу пакетной передачи и пакетной. Там у вас разделялось. В слайде... Пакетная отработка, да? И последовательная работа, да? Вот была последовательная пакетная, а потом... А, на самом деле я это уже рассказал как в одном. Скажу так, потому что разделять их уже, наверное, нет смысла. Самое важное это понять разделение между переходом от пакетной обработки к системам разделённого времени. Когда уже время сблезнет на разные задачи. Вот это включилось. А по пакетной обработке мы достаточно подробно прошлись по тем проблемам, которые она представляет. И в данном виде этого будет достаточно. А то, что там мультипрограммирование и всё проще, в принципе, это можно отпустить. Для нас оно там не принципиально. Оно принципиально вот здесь, когда у нас появляется понятие многозадачности. Ещё чего-нибудь есть? Ещё чего-нибудь есть? Архитектура операционных систем. Мы её сегодня начнём рассматривать. А в план на дальнейшее, вот после того, как мы рассмотрим, из чего состоит операционная система, не вдаваясь в конкретные её реализации. То есть мы рассматриваем абстрактность, с чего сделаны, скажем так, все операционные системы. Затем мы уже будем рассматривать по компонентам. То есть каждая лекция будет уделять время какому-либо отдельному компоненту, или менеджерную процессу, или менеджерную память, организации памяти, экстренной памяти и всё прочее. А что слабо не нужно для этой администрации? Да. Проторная работа. Они будут. Это самое важное. Значит, сегодня у нас освоенная, скажем так, лекция. То есть так как практически ещё только самое начало, рассказывать сам на основу. Так мы что-либо сейчас уже пытаться делать. Может быть это прежневременно. Но на следующем, на следующей неделе уже будут, мы начнём с самых основ. Что касается самих лабораторных работ, да, что там будет. Мы попробуем уделить время. Очень важно, почему, собственно, это тоже ещё сейчас нет. Потому что вот эти компьютеры, которые здесь стоят, да, удобнее будет часть лабораторных работ делать именно на них. Потому что здесь, как на эталоне, вы сможете увидеть эту среду сборки, понять, как она работает. А потом уже сможете настроить это у себя на ноутбуке, чтобы делать лабораторные дома и всё прочее. То есть приоритет нам надо будет уделить вот именно на работе здесь, вот именно в это время, на второй паре. Когда будем здесь, скажем так, начинать. Практически из чего будет лабораторная работа состоять? Это будет получение практического опыта по, скажем так, разработке некоторой модули операционной системы или её манеры частей, которые можно самим самостоятельно сделать, попробовать подключить и посмотреть, как они работают. Всё это большинство. Мы будем делать рекорд на архитектуру Windows NT, а в качестве, скажем так, самой модели, на чём всё это дело, мы это будем делать на реактусе, чтобы, так как там есть эта операционная система с открытым исходным кодом, поэтому там есть исходники всего. То есть можно достаточно хорошо проследить, если вы загружаете драйвер, то как он загружается, чем он загружается, как ему передаётся управление, как всё это работает. А если вы, соответственно, выполняете там программу, то, соответственно, тоже удобно будет проследить, как осуществляется её загрузка, как осуществляется планирование процессов и потоков и всё с этим связано. То есть здесь я постараюсь сделать это так, чтобы это было и интересно, и, соответственно, полезно с точки зрения программы. для изучения его. Потому что многие курсы используют для этого некоторые, скажем так, игрушечные операционные системы, которые специально сделаны минимального объёма. Но это, в частности, я говорю, американских университетов, они используют очень часто, так называют, пинтос-систему. Но я считаю, что более полезно уделить внимание, во-первых, изучению на практике той архитектуры, которая у нас является преодолевающей. Потом я думаю, что с архитектурой юниверситетов подобных операционных систем уже знакома. Здесь каким-либо образом, я смотрю, уже делают лабораторную работу по Линуксу. В Линуксе скажем. Да, в Линуксе. Да, в Линуксе. Но это очень важно, потому что, чтобы иметь некое представление о независимости от платформы. Ну и, конечно же, открытие исходной кухни дает преимущество. Если бы мы это всё просто на рынке сделали, то это в некоторой мере чёрный ящик, который можно правильно заработать, можно через него ощупать некоторые внутренние устройства. Но когда вы можете видеть, как это сделано с другой стороны, то это ещё более вылучает внимание. Сами задания будут выдаваться постепенно. Первая будет на следующей неделе. Оно будет достаточно простое, но от вас что вот... Мне хочется, чтобы вы почувствовали и получили этот опыт. Это вот именно вся суть, чтобы получить практические навыки, которые и потом будут вам полезны. Поэтому здесь всё время, да, самостоятельная работа будет. Я не хотел бы, там, пошагал вам, чтобы там рассказывать, чтобы это было какое-то наследовательное действие. Нужно будет немножко подумать, немножко поискать в интернете. Но всё это есть, ничего там сверхъестественного не будет. Главное, не проголи. Почему вы меня смотрите сразу? Уровень подготовки, я думаю, у вас вполне хороший. Я думаю, что всё нормально. Ещё какие вопросы будут? Да, и одну из лабораторных работ я надумаю, что попробуем сделать. Вам нужно будет, скорее всего, у каждого она будет... Ну, если большинство у нас лабораторных работ будут являться общими заданиями с каким-то, ну, небольшим частным изменением для каждого, индивидуально, то одна из лабораторных работ будет сугубо индивидуальна для каждого. Это будет подготовка негативного большого доклада, буквально, там, 5-10 минут по какой-либо тематике. Но это я уже потом более...